Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Чуть не уронил бетонный столб. Один человек получил травмы в ДТП на улице Щерса. Продемонстрируйте, как нанесли удар и зафиксируйте. Закопал в лесу. Неправильную форму яму вырву. Именно здесь? Да, вот. В Вятскополянском районе перед судом предстанет Хаким Сайтаков, который убил и закопал 36-летнюю женщину. Пропало 7 ноября. Полиция и волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 49-летнюю Светлану Загребину. Хранил ты? Что нам приятно? Здравствуйте. Как ты здесь оказался? Ехал без будительского удостоверения. Кража на улице физкультурников. Ты там не был? Был. Был в Калии, да? Да. Не только за вождение без прав сотрудники ППС задержали 15-летнего водителя «Лады 9-й модели». Один человек получил травмы в ДТП на улице Щерса. Там водитель Рено Логан врезался в бетонный столб. Подробности в рубрике «Обзор аварии» словом моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в четверг утром у дома 70 по улице Щерса. Водитель Рено не справился с управлением. 53-летний водитель автомобиля Рено Логан, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате происшествия 49-летняя женщина-пассажир получила травмы. Однако госпитализации не потребовалось. Скорее всего, водителя занесло на скользкой дороге. Если выяснится, что в ДТП виноват мужчина за рулем Логана, ему придется за свой счет восстанавливать бетонный столб. Еще один водитель наехал на препятствие на улице Ленина. Правда, ему в этом помогли. У дома номер 80 мужчина за рулем Chevrolet Cruze хотел повернуть налево, но не уступил дорогу Мерседесу. Уже после столкновения автомобилей микроавтобус отбросило на ограждение. Пострадавших нет. Другое ДТП на улице Ленина произошло между автомобилями одной марки Opel. По данным ГИБДД, водитель Астры выезжал со двора на главную дорогу, но не пропустил курсу, и машины столкнулись. По словам водителя Астры, перед маневром ему заградил обзор припаркованный у обочины автомобиль. На улице Воровского водитель Chevrolet Cruze выезжал с прилегающей территории на дорогу, но не пропустил «Ладу Калина». После удара автомобили получили повреждения. В этой аварии также никто не пострадал. В Орловском районе на федеральной трассе «Вятка» водитель «Лады Приора» заснул за рулем. Неуправляемая машина выехала в кювет, а затем перевернулась. В ДТП чудом обошлось без травмированных. На улице Тимирязева водитель Рено Логан хотел выехать с прилегающей территории на дорогу, но не пропустил «Мазду-6». Мужчина резко нажал на педаль тормоза, но избежать столкновения не удалось. Автомобили теперь нуждаются в дорогостоящем ремонте. Сергей Пичугин, место происшествия. В Вятскополянском районе перед судом предстанет Хаким Сайтаков, который убил и закопал 36-летнюю женщину. 6 сентября тело погибшей было обнаружено в лесу на 15-м километре автодороги Вятские поляны-Сосновка. Оперативникам удалось выяснить, с кем потерпевшая Наталья последний раз разговаривала по телефону. Им оказался 61-летний житель города Набережная Чалны. На допросе Сайтаков признался в убийстве и рассказал, как все произошло. Автогазовая заправка. Где она располагается? Это располагается между деревнями Заструги и Щепицей. По какой автодороге? Автодорога Вятская поляна-Сосновка. Обвиняемый Сайтаков работал на автозаправке. С 36-летней погибшей Натальей он познакомился в начале июня этого года, когда подвозил ее в город Сосновка. В день убийства Наталья сама приехала на ЗС к обвиняемому. Там они выпивали, после чего произошел конфликт. Потом я говорю, вот она уходя отсюда, что-то прислали. Она вот выбежала, сильно пьяна была. Женщина вышла на улицу и побежала в поле. Я вот отсюда вышла и побежала вон туда. Он за этим кустиком. Сайтаков догнал ее, по дороге подобрал с земли деревянную палку и сходу ударил Наталью по голове. Продемонстрируйте, как нанесли удар и зафиксируйте. Зафиксируйте, оставьте палку на голове. Примерно так. Потерпевшая упала на землю, обвиняемый еще раз ее ударил палкой по голове. Покажите, пожалуйста. И фиксируйте сразу. Когда Сайтаков понял, что убил свою собутыльницу, он решил скрыть следы преступления. На руках вынес тело женщины в лес и закопал. Неправильную форму яму вырыл. Именно здесь? Да, вот. Об этом преступлении никто никогда бы не узнал, если бы не местный житель, который пошел собирать грибы и ягоды в лес и увидел, что из земли торчит человеческая нога. В ходе следственных действий оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 36-летняя неработающая жительница города Советска, которая, со слов от насельчан, пропала еще в июне текущего года. Так как у нее не было родственников, ее никто не искал. Причиной смерти женщины стал перелом височной кости. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину мужчина уже признал. Сейчас Хакиму Сайтакову грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Сдал оборудование котельной в металлолом. Муниципальному образованию Светлополянское городское поселение Верхнекамского района Кировской области был причинен материальный ущерб на общую сумму более 700 тысяч рублей. В Верхнекамском районе осудили главу поселка Светлополянск Михаила Галочкина. Смертельные укусы. В суд направлено уголовное дело в отношении владелицы собак, которые насмерть загрызли человека. Кража на улице физкультурников. Не только за вождение без прав сотрудники ППС задержали 15-летнего водителя Лады 9 модели. Пешеход на красный, водитель на желтый. В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели. «Видеорегистратор» 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 «Телефон 208-00» «Кузовной центр «Агат». Безупречное качество за разумные деньги». В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Полиция и волонтеры Лиза Алерт разыскивают 49-летнюю Светлану Загребину. Последний раз женщину видели 7 ноября в поселке Ленгасово. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Загребина Светлана Валерьевна. Приметы. Рост 165 сантиметров. Телосложение полное. Цвет глаз карий. Волосы черные. До плеч с проседью. Была одета куртка песочного цвета. Черные сапоги. Возможно, джинсы. Особые приметы. Шрам на переносице. Если вы знаете, где находится Загребина, звоните в полицию по телефону 102. В Верхнекамском районе осудили главу поселка Светлополянск Михаила Галочки. Его обвинили в превышении полномочий. Галочкин создал комиссию по списанию оборудования старой котельной и сдал его в металлолом. В результате превышения должностных полномочий и совершения действий по незаконному списанию и реализации оборудования котельной муниципальному образованию Светлополянское городское поселение Верхнекамского района Кировской области был причинен материальный ущерб на общую сумму более 700 тысяч рублей. Как выяснилось позже, оборудование котельной было в залоге у одной из коммерческих организаций. В ходе следствия вину чиновник признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу. В суд направлено уголовное дело в отношении владелицы собак, которые насмерть загрызли человека. ЧП произошло в Кирово-Чепецке в районе гаражей на улице Революции. Погибшему мужчине было 53 года. По версии следствия, обвиняемая Светлана Сырцева оставила двух немецких овчарок без присмотра. Животные охраняли производственную территорию, но через лаз в заборе постоянно выбегали в город без намордников. Эта ситуация произошла и в день трагедии. Овчарки напали на мужчину и причинили ему смертельные травмы. Сейчас 47-летней Светлане Сырцевой грозит до двух лет лишения свободы. Михаил Вагин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Из-за совсем не детской шалости подростков в городе ввели план «Перехват». Случилось это после того, как на улице физкультурников дети украли аккумулятор с «Жигулей» четвертой модели. Очевидцы запомнили марку и номер машины, на которой скрылись злоумышленники и позвонили в полицию. Уже через минуту темную девятку с номером 217 искали все экипажи полиции ночной смены. Авто, впрочем, нашли быстро. Юные похитители катались на улице Луганской. Наш корреспондент Павел Москвин пообщался с одним из задержанных. На улице физкультурников подростки действовали почти профессионально, быстро и бесшумно. Чтобы никто их не заметил, молодые люди едва прикрыли капот четверки. Однако они и их «Ладо-9» модели не остались незамеченными. Через несколько минут подозреваемых задержали сотрудники ППС. Один из них, Даниил, сначала признался в вождении без прав. Затем подозреваемый рассказал, что совершил преступление на улице физкультурников. Скорее всего, подростки похитили аккумуляторы, чтобы потом их продать. Во время осмотра автомобиля полицейские нашли еще один аккумулятор, а также магнитолу. Однако Даниил уверял, что ничего больше не похищал. Даниил, а второй аккумулятор у тебя там откуда? Мой. Ваш, да? Да. А какой, белый или черный? Черный. Подозреваемым предстоял долгий разговор с оперативниками. Сейчас по факту кражи проводится проверка. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На улице Ивана Попова камера зафиксировала, как водитель девятки сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На перекрестке улиц Попова и Калинина лихач на девятке решил проскочить перекресток на желтый сигнал. На повторе видно, что пешеход не стал дожидаться зеленого сигнала, светофорой пошел на красный. Судя по видео, молодой человек получил небольшие травмы и в итоге перешел дорогу, а лихач на девятке даже не остановился и уехал с места аварии. На улице Московской водитель Гранты Лифтбэк явно забыл о существовании светофора и спровоцировал ДТП. На съемке видно, что для водителя Гранты горел красный сигнал, но он его не заметил. В это время грузовая «Газель» поворачивала на АЗС и произошел удар. Автор видео надеется, что именно эта запись в случае разногласий поможет установить виновника аварии. На загородной и снежной трассе занесло машину с камерой. Автомобиль развернуло, к счастью, ни встречных, ни попутных машин рядом не оказалось. На советском тракте владелец регистратора, уходя от столкновения с нарушителем на иномарке, улетел в кювет. По словам автора видео, в ДТП, к счастью, никто не пострадал. Также, на удивление, провокатор на иномарке остановился, вернулся на место аварии, извинился и помог владельцу регистратора выбраться из снежного кювета. Утром на улице Лепсе произошел конфликт между водителями. Внезапно шофер автобуса выскочил на улицу и распинал зеркала на «семерке». Кому-то не нравится. Можно... Это по миллилитрам. По миллилитрам считаю. Миллилитр? Миллилитр? А как так? Миллилитр? Котово? Готово? Сейчас припарковалась. Также, по словам очевидцев, хулиган разбил стекло легковушки и напал на водителя. Выпустив пар, боец сел за руль автобуса с номером Н-222ОХ-43 регион и продолжил путь. В салоне в этот момент находились пассажиры, они и стали очевидцами разборки. По их мнению, водитель автобуса явно неадекватный человек. На улице Московская регистратор зафиксировал драку. Судя по всему, на снегу в кругу друзей и знакомых бились подростки или студенты. В ходе драки один из бойцов оказался на проезжей части. На Октябрьском проспекте водитель Киа не учел дорожные условия и переоценил возможности своей машины. По словам автора видео, за рулем Киа сидела женщина. Машину в течение нескольких секунд кружила по дороге. В итоге она остановилась на встречной полосе. Во время этого дрифта никто не пострадал. Женщина долго не могла прийти в себя. На улице Преображенской у внедорожника на ходу отпало заднее колесо. После столкновения автор видео вышел из машины и осмотрел бампер. Повреждений он в итоге не обнаружил и водитель внедорожника укатил колесо. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkerovsobaka-inbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Спонсор программы «Место происшествия» сеть магазинов «Лидерспорт». Ну что, устроим покатушки? В «Лидерспорте» есть ватрушки и саночки, и снегокат. И ценам нашим будешь рад. «Лидерспорт» – твоя веселая зима.